девочки мальчики привет 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 мои бит милые мои милые господи а сколько у меня тут таких маленьких каких-то значочков я вообще прямой эфир сюда я очень редко захожу поэтому даже не знаю чего здесь за значочки ну какой понажимать что это господи какие-то посмотрите чудо делается ну-ка обалдеть слушайте а я еще так не играла привет обалдеть сижу в офисе делать нефиг о девочки мне нравится так давайте вот так общаться привет всем кто хочет со мной на прямой эфир вы можете выйти если кто-то хочет предложить и я с вами пообщались какая здесь красивая женщина вам а здесь чего у меня так а здесь чего ого так все ладно кто это у меня кто-то ко мне хочет прийти давайте по очереди давайте понемножку с одним то с другим то с третьим посмотрим получится мне или нет выйти на фоне она фоне она какая-то выходит как уйти никак не заходит на ну что привет ну не знаю не получается кто еще хочет и не знаю почему не получается с анной с какой-то у меня отношения не выходят привет галина иванова привет как вам сегодня видео богу любочкина прекрасно не представляю как можно на права с гадости писать на форумах на каких формах я не даже не знаю где про меня чего пишут честно говорю и вам не советую заходить здравствуйте и на белла донна здравствуйте вы прелестно классно ну чего давайте кто-нибудь на прямой эфир выходите со мной будем с вами общаться давайте подключайтесь девочки очень хочу на вас посмотреть бог а вам отлично да мне то нет и а любя ну хорошо но хочу рассказать люба уже все она его собрала завязала как говорится узелок уже несет и понесет его обратно дэниел не оценил сказал чтобы такого песчика в доме не было она мне обещала что она не будет слушать дэниел раз дэниел сказала рассказала все равно понесу обратно поэтому бога у нас было только получается для видео да и ну всегда все вижу тебя миссия поняла кто ты а глаза боже глаза я не накрашена почти я не знаю как попроситься к вам но я не знаю тоже честно говоря как-то надо попроситься мне не знаю на что-то нажать не очень вас понравилось серый надо брать кстати на эти так прикольно что прошлый раз я была вот такая обожаю вас спасибо вам большое и утюга жалко что здесь прямой эфир не сделаешь горизонтально я не люблю вертикальное видео горизонтально лучше ничего не сделаешь красиво очень спасибо как вам не жалеете что ушли из банка свят с вами нет конечно как вообще можно жалеть вообще как можно жалеть о чем-то жизнь идет жизнь меняется и изменились отношения сможем после изменения внешности почему они должны измениться что в банке не устраивало если не секрет а что-то может устраивать в банке ты сидишь с 8 до 5 или 9 там до 6 целый день получаешь гроши как может это устраивать что-то вам не везет с прямыми эфирами в этот раз девочки и мальчики и если вы еще не слышите отключайтесь быстрее потому что вас не видно полу половина черная долго будете жить в этом доме так эллочка подключайся ко мне как как-то говорят выпить и опять зайти и там вот написано подключиться прямой эфир давай мы с тобой поболтаем расскажешь всем как у тебя дела у эллочки день рождения 1 августа вот поедем отмечать ей день рождения наташа как называется ваша летающая камера спарк все поняла нету надя они еще пока не живут но вот они продают свой старый уже вообще под контрактом все уже на мази так вот эллочка давайте так вот сейчас эллочка к нам придет эльвира эльвира то знаем все это как все очень светло получается вот эльвиру что наша привет ты меня видишь ты где находишься почему так сейчас подожди ты где находишься кто это в кепке о вы посмотрите мы первые кто увидели что у эльвиры появляется тату где она появляется на запястье что ли я подождите что-то я вас не слышу не везет нам прямым эфиром сегодня девочки и мальчики никто нас не слышит не видит почему я вас не слышу очень плохо отключайся тогда не надо звук сделать подожди сделай отключайся вот это круть как мы попали на тату слышишь но сейчас более-менее плохо но слышу ну какую ты тату делаешь что там у тебя голая женщина на запястье не зачем я голая женщина я шучу потому что у меня цветок я разыграл это значение моего имени и стремятся словами которые это были презент май лайф понятно тебе больно спрашивают тебя нет не больно ну вы же на меня смотрите ведь улыбаюсь ну да ты ведь можешь сделать фейк кто тебя знает может слезы текут а сама улыбаешься нет слезы даже я даже мастеру сказала что чувствуется как будто бы как иголочка вот так просто как массаж когда делают иголочкой ну расскажи нам всем как тебя дела почему ты у нас не приглашаешь на просмотр украшения торта торта а почему-то нас не приглашаешь на украшение своих тортов торта я же в основном у меня тут что ли потекла для нас пожалуйста исключение мы очень хотим к тебе прийти на обзор украшения торта ну тортики в основном сейчас пока у меня только на работе потом у дома меня почти не бывает я все время на работе потом там как видите вон я уже видите идею спортивном зале на юмби на юмби да она делает тату там по-английски спрашивает а я солнышко у нас здесь где я нахожусь классно все по тебе уже скучают говорят где где эльвира жениха нашла ли он лишь спрашивает жениха пока не нашла пока что но у меня нету прям такого конкретного поиска и не надо и пока жениха никакого она пока пока жениха сейчас мне нужно себя в первую очередь найти то я хочу скажи нам а как ты занимаешься в зале что ты делаешь зале там же вы же знаете в ла фитнес то что каждый день какие-то всякие классы вот я на все эти классы хожу в понедельник у меня аж три класса а на йогу тоже ходишь а а на йогу ходишь на йогу да у меня уже растяжка скоро можно шпагат сяду уже какая молодец утренера разные же там как бы приходит но надоело просто их минеральца я уже все наелась когда у меня контракт уже выйдет из этого посмотри как мне как тебе нравится когда у нас нашла мастера я у него стояла 6 6 месяцев на очереди самое один из лучших в орландо ничего себе как тебе элочка официально все уже с бумажками развелась с мужем все дано развелась уже куда мы с тобой поедем на день рождения отмечать на день рождения поедем так как я люблю ананаса мы поедем в этот большой ананас это что поедете поедете bangos tropical в этом находится disney springs ну короче здесь в районе в нашем орландо да в орландо где disney springs там здание в виде большого ананаса хорошо ананасы люблю как это я пропущу такое непонятно у вас глазки уже хорошо заживает да все у меня уже заживает и такие голубенькие стали прям хорошие я вчера ездила к доктору и доктор посмотрел говорит у тебя все хорошо увижу тебя через два месяца приходи не они у вас как будто бы еще более поголубели такие прям классно у меня еще и губы выровняли видишь у меня губа ровно теперь как я худею я хожу в спортзал по три часа а что ты кушаешь расскажи нам кушаю в принципе но я как бы стараюсь сахар вообще не кушать в основном только это представляете как ей тяжело она делает торты каждый день украшает я смотрю у нее на инстаграме там столько фотографий красивых и это все и надо как-то попробовать как-то это надо пробовать нет нет пробовать не обязательно я я уже сама не пробую потому что не очень хочется когда считаешь все эти калории все это пробовать а что ты кушаешь очень часто и помаленьку или что ты делаешь нет кушаю когда хочу тогда кушаю в принципе просто вместо сахара у меня или фрукты ну от которых фрукты идет как сахар замените или нет сила воли бомба но у нее сила воли на самом деле очень сильная и она как-то тут немножко расслабилась потому что как-то видимо а ей было наплевать но если она захочет то она очень быстро худеет я вот это точно знаю поэтому вот опять я чего-то хочу я пока этого не добьюсь я не успокоюсь да-да-да я знаю это вот они такие татарки упрямые ну не упрямые мы упрямые в хорошую степень конечно у меня и Гузаль а Гузаль у меня татарка тоже, да? да да татарочки мои красивые такие они у меня мотиватор есть? я сама себе мотиватор ждем фоток до и после ну вот увидим как-нибудь а я фотографирую я потом вам как бы дам если как слайд-шоу можете сделать я себя фотографирую Эльвира, я теперь тоже загорелась хочу скайдайвинг попробовать а? хочу скайдайвинг попробовать да пожалеете а тебе там это так видео не показала я наверно может с вами еще раз попробую чтобы только для видео чтобы было хорошее а что ты делаешь вот так я тот раз посмотрело когда это вообще я знаю что ты хочешь сделать а я знаю что ты хочешь сделать ты хочешь вот у так ее бульдога такая ну вот так хочешь сделать потому что когда летишь воздух, настолько твой рот и щеки вот так вот трэмблинг делают, что надо вот так делать. Да, занимаюсь все время, потому что в принципе такой образ жизни входит в привычку уже. Потому что по-другому уже не можешь. Ой, никак у меня не войдет в привычку, уже, наверное, не войдет. У меня входит уже в привычку, потому что вначале было, конечно, тяжело, но сейчас у меня уже без этого я уже... Неужели ты три класса подряд делаешь? Ну, у меня вот в основном в понедельник три класса, во вторник я хожу ну, один-два класса, в среду у меня два класса, в четверг два класса. Сколько ты уже потеряла в килограммах? Ну, это 22 паунда, это 40 килограмм. Наоборот, это 10 килограмм. Что ты мелешь? А, нет, да. Мне еще, короче, нужно 20 паунда. Но я хочу тебе сказать, 10 это очень много. Это очень много 10 килограмм. потерять. Это вообще... Это ты после того, как у меня была? Нет, это вот за весь период. Когда я у вас была, я тогда только была где-то 15-16 паунда. Молодец. Ну, сейчас мне тренер говорит, что сейчас, конечно, будет как тяжело уходить, потому что это уже... Все, значит, скоро с тобой к Сардору поедем гулять по Нью-Йорку. А у нас тебя приглашают с тобой. Да, в Бос-Анджелес поедем. Как раз у меня там мама, сестренка. Так что... И там тоже хорошего тропики. Хочется рвануть к вам через экран покупку обуви, такие бренды. Слушай, а ты видела, мы с Любой делали видео, у меня последнее видео, где Люба меряет одежду в стиле Боха. Тебе нравится такой стиль? Нет, не видела я. Ну, а такой мешковатый стиль. А видела этот, posters. Ну вот, да. Я сделала такое видео, там просто бум какой-то, вообще особенно комментариев, там все спорят с друг другом, то хорошо, то плохо, то здорово, то ужасно. В общем, этих неравнодушных нет, и это главное. Понятно. Не, я сегодня делала шаппи на мой день рождения тоже. Что делала? Шаппинг. Да. Так что. Так приятно вас видеть, пишет. И просто смеются так. Что ты хочешь моим подписчикам сказать? Все эти посмотрим. Передавай привет моим подписчикам, что ты хотела сказать. Кому передать привет? Я всем передаю привет. Я, конечно, много людей не знаю. Ага. Ну, всем передаю привет. От всего своего татарского сердца. Я думала, ты хотела сказать от всего татарского села. Думаю, от какого села-то? А потом сердце послушала. Я видела там Марину, которая мне матрешку передала. Спасибо большое. Какая Марина? Марина Денисова. Вот она. Элла, съездите к Сардору, тебе говорят. Да. Поедем. В Лос-Анджелес поедем. Эльвира, расскажи, как знакомятся мужчины с женщинами в Америке. Ну-ка, давай рассказывай, тоже послушайте. Как знакомятся с мужчинами в Америке? Очень осторожно. Почему? Расскажи. Ну, как бы, во-первых, как бы, очень многие мужчины в Америке, они тоже еще те овощи и фрукты. Ты бы сделала нам лицо на окно, наоборот. У тебя сзади тебя окно, поэтому тебя плохо видно. А если ты сделаешь лицо на окно? Вот так? Наоборот, если ты на окно будешь смотреть. Вот так? На окно смотреть. Ты знаешь, где окно? Вот так. Ну, или вот так хотя бы, да. Нормально. Ну, рассказывай. Так, мне нет, мне не больно. А то бы сидела, бы плакала. Мне не больно. Рассказывай, как с мужчинами знакомятся. Интересно мне. Знакомиться. Знакомиться здесь только нужно через... Ну, как бы, в принципе, можно познакомиться в ночном клубе или в баре. Но это, как бы, очень редко, потому что американские мужчины боятся знакомиться с женщинами, потому что, типа, как? Sexual harassment. Они боятся, что... Женщина может на них подать в суд за sexual harassment. Да, типа. Да, поэтому они очень редко... Ну, так, если бывает, что могут угостить тебя джиньком, и, как бы, ты можешь дать, как бы, этим знать, что, типа, it's ok, как бы, всё нормально. Можешь со мной разговаривать. Мужчины очень боятся женщин здесь в Америке, да. Да, но это бывает очень редко, потому что даже... Ну, как бы, я так поняла, что, как бы, очень многие мужчины, они даже на... Никак у нас там, типа, они напитками многие не угощают, если даже хотят познакомиться. Они очень... Не знаю. Я бы не сказала, что жадные, но какие-то они непонятны. Пока еще не понятно. Ну, потому что они все равно же боятся. Они скажут, вот женщина может подумать, что я ей спаиваю или что-нибудь там дринкнули. Ну, да, потому что он же не знает там... Ну, в принципе, у меня были экспириенсы, когда, как бы, они покупали и угощали меня тем же, что я, как бы, уже пью. Ага. Да. Ну, типа, если она заказала, значит, она это пьет, типа, он там у бармена спрашивал, типа, что она заказала. И, как бы, угощал меня этим уже. Так. А мужчин хороших много, да, в Америке или нет? Как ты считаешь, скажи? Ну, как бы, да, ну, как бы, нужно быть, как бы, аккуратным, потому что очень, ну, из-за того, что как freedom, как бы, всего, и, как бы, очень многие, они скрывают свои реальные отношения, просто из-за того, что там им вдруг стало скучно, хочется какого-то нового драйва, поэтому, да, потом начинают, жены звонят или, там, girlfriend'ы пишут. Ну, расскажи нам еще что-нибудь интересное. А что я люблю петь в баре? Правда. Лучше не спрашивайте. Скажи мне, когда мы тебе будем дом покупать? А? Когда мы тебе будем дом менять, квартиру на дом? Когда мне будем дом покупать? Вашими молитвами, когда-нибудь? Как ты мне сказала, последний раз у меня была, все, говоришь, хочу, хочу, давай уже начинать. Ну, вот я, поэтому пока что я и не тороплюсь замуж, я отдыхаю, в принципе, но никто не отрицал, что женщине нужно мужское внимание, потому что флиртовать, и я ничего в этом плохого такого не вижу, я же не ложусь же там с каждым мужчиной в постель. Я-то про дом говорю, а ты опять все про мужчин повторяешь. Нет, здесь просто вопрос мне попался. А, я думала, я думала, что ты мне на дом отвечаешь, думаешь, я что-то задала неправильно. Нет, дом, может быть, когда мы будем сначала же нужно будет продавать мой квартиру, может быть. Нет, не обязательно, ты можешь взять моргидж сразу на дом, а потом продать квартиру и внести деньги в моргидж. Ну, пока это у меня еще не в планах, пока что у меня просто отдыхать и наслаждаться жизнью. Отстань с домом, у мужчинок интереснее, все, продолжаем у мужчинок, хорошо, спасибо. Сколько мы в разводе, официально мы развелись вот 17 июля, ну, уже официально с документами, а так мы уже в разводе сколько? Полтора года разводились, отдельно жили. Скажи, а вот у нас в Орнанде есть? Ну, просто в дом переехать? Скажи мне, вот я просто знаю, что такие вопросы есть, скажи мне, вот у нас в Орнанде, если ты одинокая девушка, много мест есть, куда пойти? С подружками, допустим, ну, во-первых, конечно, там развлечься, во-вторых, кого-то, может быть, там встретить. Вот много таких мест у нас в Орнанде? Я просто была, когда одинокая, было это давно, я не знаю, может, что-то открыли, закрыли, я не знаю. Много происходит в Орландо чего? Мест, куда можно сходить вечером. А, мест? Да. В принципе, мест много, куда можно сходить. Например, куда? Смотря, что ты, как бы, если там просто покушать, то, пожалуйста, на каждом шагу. Если ты, например, там, именно, как себя показать на других посмотреть, то это вот только где туристическая эре. Но нужно быть тоже аккуратным, потому что там вся страна, как весь мир, да, как бы, и на них очень много. Понятно. Спрашивают, кто инициатор твоего развода? Кто инициатор развода? Конечно же, я. Я же такая плохая. Ну, глупый вообще вопрос был. Никому не нужная женщина. Поэтому и развелась. Почему? Она пишет, Наташа, а она тебя не слышит. Слышит она меня почему? Ты меня слышишь ведь? Слышу, да. Ну, как бы, не так прям вот конкретно, вот что вы здесь рядом, но слышу. Здесь просто еще машинка в одно ухо мне жужжит. Если хотите, сделайте для нас видео. Ты хочешь делать видео, рассказать? Да, Марина, это Марина, Нина, они вот, кто подарили матрешку, они передали ее через Сардора. А, все, поняла, поняла. Да, друзья, тоже фанаты. Шурик, привет. Все понятно. Что бы мне у тебя еще спросить-то хоть, интересно, ну, такое. Расскажи нам что-нибудь. Скажи мне, а ты тоже в Америке, ты давно живешь, да? Сколько ты лет живешь в Америке? Восемь лет. Так. За кого ты голосовала, за какого президента? Я только вот буду голосовать, потому что я только стала гражданином, который имеет право голосовать. Ну, хорошо, за какого ты президента была? Я голосовала за Трампа. За Трампа. Расскажи мне, как тебе Трамп как президент? Мне даже сейчас многие мужчины, с кем я знакомлюсь, они говорят, Путин знает, кого отправлять в страну, когда президент Трамп. Я говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, ну, ты же, говорит, этот же агент КГБ, работаешь, говорит. Да, да, да. Сколько ты лет в Америке уже, Вера? Сколько я в Америке? Восемь лет. Восемь лет. За восемь лет скажи мне, допустим, пять самых ужасных причин, ну не причин, а самых ужасных фактов, которые ты ненавидишь в Америке. Ты можешь такие вот сказать? Пять, хотя бы пять. Пять чего? Не поняла. Пять фактов, которые ты терпеть не можешь в Америке. Которые я не могу терпеть? Да. Провокационные вопросы. Ну почему? А потом скажешь, которые обожают. Или наоборот, давай, которые обожают. Во-первых, я не могу терпеть. Ну я, наверное, больше расскажу, потому что это связано как бы с моей работой. Когда, ну например, если, я, например, за customer service, ну чтобы он был high, но когда customer начинает быть говнистым и начинает на тебя орать там. Грубить. С никакого вообще слову, ты ему ни полового не сделал, только из-за того, что он там хочет получить что-то от тебя бесплатно. Конечно, я вот это не, мне это вообще неприемлемо. Так. Второе. Таких customer сразу хочу отправить куда-нибудь в Афганистан. Расскажи мне об этом. Конечно. Но ты все равно должна улыбаться и ничего не можешь ему сказать. Но все равно ты должна стиснуть зубы, улыбаться и говорить, хорошо, как я могу вам помочь. Да, тебе причем просто явно щелкать по щекам с обоих сторон, а ты не должна подставлять, как бы вот так можно сказать. Да. А второе что? Потом вот мне не нравится то, что наша HOA выдумывает какие-то непонятные законы. Так. Эльвира, кстати, живет в квартире. И в квартире у нее сколько ты платишь HOA в месяц? 500. 500 долларов в месяц HOA. Это вот квартиры, они при собачьей, ну так скажем, даже если вы выплатите полностью квартиру, 500 долларов. Собачка не может весить больше, чем 60 паундов. Я только недавно узнала, что вот у меня, когда машинка стиральная и сушилка поломались, я их просто вытащила на балкон, на свой балкон. Мне HOA прислала письмо, что это нарушение ихнего порядка и что я буду платить штраф, если я их не уберу со своего балкона. Вот так. Да. И этот HOA может расти каждый год. Это не 500 долларов пожизненно, они могут быть и 600, и 1000 через 10 лет, неизвестно, сколько они будут, правильно? Да. Номер 3. Я подскажу тебе медицина. Медицина мне не нравится, потому что вот я могу сказать насчет зуба. У меня в один момент начал болеть сильно зуб. Я позвонила в клинику, говорю, у меня зуб болит, вот примите меня сейчас. Они говорят, нет, ты должна сделать appointment, мы так не можем тебя принять. Я говорю, хорошо, делайте appointment, whatever, как бы. Но я думаю, да, они меня примут, ладно, если не сегодня, то завтра. Вот я там какую-нибудь медицину положу, ну, медицин положу, и у меня там зуб на какое-то время перестанет болеть. Они мне сделали appointment на 90 дней. Это 3 месяца. Так, и ты им сказала, что у меня болит сейчас. А? И ты им сказала, у меня болит сейчас. И что они стоят? Да, я говорю, у меня болит. Они говорят, ну, мы ничего не можем сделать, у нас нету никого. Если, говорят, ну, мы ваше имя запишем, если кто-то откажется, то мы вас сможем, как бы мы вам позвоним, и, возможно, мы вас примем. И в результате что? Она вообще чуть со стула не упала. Короче, со своей болью мучайся сама называется. Ну, и что ты сделала в результате? Ну, я пошла потом просто уже до утра дожила еле-еле, и пошла, просто начала ездить, искать, и нашла dentist, где волкин, как бы, велкам волкин. Ага. Сколько ты заплатила? За этот зуб в этот день я обошлось 3,5 тысячи долларов. Вот, представляете, вот такие цены у нас. Хотя у тебя страховка есть. Да? Хотя у тебя есть страховка. Нет, это со страховкой. Да, это со страховкой. То есть страховка заплатила, и помимо страховки ты заплатила 3,5 тысячи. Да, за один зуб. Вот вам бесплатная Америка. Нет, она не совсем не бесплатная. Так, что еще? Номер 4, что еще тебе не нравится? Номер 4? Да, в принципе, не знаю. У меня нет, я как бы не делаю акцент на негативе. Ну, мне просто интересно вот с тобой, как-то ты все время рассказываешь мне такие вещи, которые я иногда думаю, вот я бы это не вспомнила. А, мне, знаете, что не нравится? Подождите, вот опять по моей работе. Сссори, что перебила. Я не знаю, может это не на всех работах так, но у меня каждый день у нас выкидывается, ну как выкидывается, как бы списывается с полок хлеб, который вот мы сегодня испекли утром, и он вечером не продался. Это все уходит, ну как бы так грубо сказать, на мусорку. И ты не имеешь права ничего взять? Нет, ты ничего не имеешь права взять, потому что какой-то глупый и тупой закон, чтобы, что как бы наша работа боится, что, например, если ты возьмешь, и с тобой что-то случилось, что ты потом как бы засудишь их. А как же они продают это тогда этим людям? Не понимаю я. Не, ну как бы, ну я не знаю, ну по мне вот это глупо считается. Ну да, да, я знаю это, да. Это всегда так, везде все выкидывают на помойку, и да. Номер пять, должна вспомнить что-нибудь нам. Номер пять? Да, 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 да. Ну вот, допустим, правда ли то, что декреты здесь после шести недель ты должна выйти на работу? Это правда или нет? Расскажи. После шести? Недель, да. Когда ты рожаешь ребенка. А, то, что этот не дают maternity leave? Да, ну я имя декреты, да. Я только что как раз комедию сейчас смотрела, что как это вообще везде во всем мире дают женщины, а вот в Америке не дают. Это, конечно, ну да, есть такое, конечно. Шесть недель, я вам хочу сказать, Трамп что-то там обещал продлить за двенадцать недель. Двенадцать недель декрета это вообще высший потолок мечты любой женщины в Америке. Просто двенадцать недель если сделают, то это просто как для нас было бы пять лет. Но это и то неоплачиваемое, это я не знаю, что ты должна работать, чтобы тебе оплачивали двенадцать недель, чтобы ты просто не работаешь. Найдите мне такую работу, я с удовольствием пойду, даже если там нужно палы и просто мыть. А что там про садик или школу? Расскажи что-нибудь про садик или школу. Ну садики школы, паблик школы, они как бы бесплатные, ничего не очень, мне нравится, потому что как бы учат, тестуют. А детей кормят в школе, ты должна за это платить или ты должна с собой давать, или там бесплатно кормят? Ну у меня бесплатно, я не знаю, может кто-то должен, я просто с этим не сталкивалась, потому что у меня дети все кушают бесплатно. Ну да, а чем кормят, ты видела, нет? Ну вот я несколько раз была у сына, как бы на ланчах, у них там давали, один раз вот у них давали пиццу, молоко, шоколадное, нарезанные фрукты он там выбрал себе, потом этот, как его, снэйк бар, ну типа по-нашему козинаки, что ли их называют, да? Вот, и вода или сок тоже на выбор. А скажи, а в школах бывает, что дети обижают других детей? Не поняла, что? Бывает ли в школах, что дети обижают других детей? Ты что-то такое слышала, нет? Ну, я думаю, что обижают везде, просто как на это реагируют взрослые, как бы, но здесь они как бы это все делают polite, потому что они, как бы, конечно, идет вина на того, кто начал первый, как бы, того ребенка они делают репорт, как бы, если, они как говорят, что свои руки держи при себе, и если вдруг тебе дали там по башке, то ты не можешь, ну, как бы, желательно, чтобы ты не отвечал сдачи, ты должен пойти и наябедничать. Да, потому что если ты ответил сдачи, то как бы оба... Вот это меня бесит, я бы лучше сдала сдачи, конечно, по башке тоже бы стукнула. Я тоже считаю, что если дети дерутся, то... Тем более мальчик, он должен развивать себе мальчик, а не ябеду, я так считаю, правильно? Скажи мне, правда ли то, вот сейчас вопрос есть, правда ли то, что если не купить на год медицинскую страховку... Нет, этот уже закон с Трампом убрали. Да, этот уже убрали. Раньше было такое, что тебя могут оштрафовать, а теперь уже этого нет. Так, что бы мне у тебя еще спросить? Ну, теперь расскажи, что тебе очень нравится в Америке, все-таки из-за чего-то ты... Мне очень нравятся полицейские, пожарные, как вот они работают. У меня нету никакого страха перед полицейским, когда он вдруг меня там остановил. Потому что иногда он может остановить, просто сказать, что, например, там у тебя колесо спущено, типа будь аккуратна там, или тебе нужна помощь. Да. Такого страха нету. Или даже если полицейский за тобой едет, тоже нет никакого страха, просто он пробивает информацию на тебя, на работу. Как насчет нет дискриминации возраста? Я знаю, что ты еще молодая, но ты же знаешь, что любого возраста людей берут здесь на работу, даже в 70 лет. Не поняла вопроса. Я говорю, то, что нет дискриминации возраста про работу, то на работу могут взять в любом возрасте. Ну, это как бы, знаете, такое... Я бы не сказала, что нет дискриминации, но, с одной стороны, работодатель может просто сказать тебе, что нам просто не нужны работники. Ну, могут, да, так сказать, но в основном, вот я в банке работала, у нас женщина устроилась, ей 70 лет, ее взяли... Нет, ну, да, у нас, например, на работе тоже работают, как бы, уже такие возрасте люди, которые уже под 80 лет... Да, им же не говорят, вам пора уходить на пенсию. Нет, они так, нет, так они, конечно, не говорят. Не говорят, типа, ты что, пришел, старый дед, там, сиди дома, кости куши. Ну, даже если ты идешь в какие-то ночные бары, если ты идешь в ночной бар, вот ты же была в каком-то ночном баре, ты же видишь, что там не только молодые, а там разного возраста, и даже очень старенькие. Никто никогда не будет над ними смеяться и говорить, что это они здесь делают. Вот есть, нет такого? Я даже вот в последний раз, когда в Mango's Tropical была, там были и очень такие уже в возрасте танцевали, по чату еще покруче, чем молодые. Так что, нет, здесь насчет этого нету, ни возрастной расиста, ни расиста, ни возраст, ни ничего насчет этого, конечно. Еще как-то одет, там некоторые ходят богатые дядечки, а фиг поймешь, что у него там оказывается миллионы на счетах. Скажи, какой пенсионный возраст у нас в США? Ты знаешь пенсионный возраст? Пенсионный возраст в США какой у нас? Шестьдесят... Шестьдесят пять лет, кажется? Шестьдесят семь. Ну ты можешь шестьдесят пять уйти, да, можешь шестьдесят пять, но так шестьдесят семь. Да, но пенсионный возраст многие просто не хотят дома сидеть. Да. Сколько твоей дочке лет? Дочке четырнадцать с половиной. Доча, я вам хочу сказать, блин, такая красивая у нее, ой, она такая красивая, тебе надо ее вообще, паранжу надо на нее одевать, это у нее женихов будет слишком много. США могут отказать по студент-визе. Я даже не знаю, наверное, могут. Они могут делать... Я ничего про визу не знаю вообще. Скажи мне, а ты вот работаешь в пабликсе, тортики эти делаешь, да, могу я как клиент прийти и сказать, я хочу торт, чтобы в нем было это, 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 чтобы ингредиенты были такие, и чтобы там вообще придумать какой-нибудь от потолка торт. Могу или нет? Или только то, что вы делаете? У нас в пабликсе, как бы, насчет этого, у нас есть вот это, копирайт, если вы, например, пришли там и вы хотите, например, торт сделать в виде там Микки Мауса, мы вам сразу говорим нет, потому что это копирайт. Ой, ничего себе, никогда не знала, что копирайт, наверное, на тортах. Вы, например, приходите там к каким-то лого, к какой-то компании, это тоже, мы должны, чтобы вы принесли разрешение этой компании, да. А, по-моему, я никогда не знала этого. Не знала вообще, вот видишь. Я думала, только в Ютубе копирайт есть. Нет, здесь у нас, ну, как бы, здесь очень много всяких там копирайт. Даже, даже я вот, тот раз у меня спрашивали, вот, нарисовать чебурашку на торте. Я говорю, нет, это копирайт. Они говорят, как, а американцы откуда знают чебурашку? Знают. Правда? Они, чебурашка, у меня вот, моя сотрудница, она зовут. А как это разрешение взять у этого чебурашки, что он не против быть на торте? Нет, она сказала просто, если вы хотите, вы сами рисуете или идите, которая компания возьмется за такой торт. Мы, говорит, не сможем. Наталья, вы занимаетесь домами и квартирами только в Орландо? Нет, не только в Орландо. Я могу заниматься вообще во всей Флориде. Во всей Флориде. Если мне выгодно, я поеду далеко. Если, конечно, вы хотите дом купить за 80 тысяч, то я за 2 часа, за 3 не поеду. То есть у Наташи будет дом на продажу и клиент, который хочет купить за 20 миллионов в Майами, почему бы и нет? Нет, почему даже не за 20 миллионов, а за 500 тысяч я поеду, пожалуйста. Ну, я, например, говорю. Блин, в России все проще оказывается. Конечно, в России все проще оказывается. Вот Эльвира один раз рассказывала у меня на канале, как она рожала по страховке и какие счета у ней приходили, что она чуть молока не лишилась от стресса. Помнишь, что ты рассказывала? Да. 84 тысячи все вместе. Роды. Девочки и мальчики, приезжайте в Америку. Здесь так хорошо. Рожайте. Рожайте. Да. Поэтому звезды сюда, конечно, приезжают рожать. У них деньги есть. Что еще нам интересно? Ну, я не знаю, как. Я, конечно, в России не жила. Я ничего не могу сказать, как в России. Ну, да. Поэтому везде хорошо. Вот Эльвира на своем примере. Она не слушает блогеров, она не придумывает. Она на своем примере. Она двоих детей родила в Америке, и она знает, как бы. Вот, и все. А как оплачивала эти счета? Оплачивала постепенно, ежемесячно. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Но я в конечном итоге, разобравшись со своей страховой компанией, у меня вся сумма от 84 тысяч получилась 10 тысяч. Но все равно 10 тысяч за роды. Это ж вообще... Кто-то говорит, что все бесплатно. Так как они были тяжелые. Да. Что еще? Придется, кушаем. Ничего страшного. Скажи мне, какой самый любимый у тебя ресторан в Орландо, куда ты ходишь, любишь пойти покушать? Вот какой у тебя самый любимый ресторан? Самый любимый мой ресторан? Я знаю, какой. Давай, если я скажу, угадала или нет. Ну, я вообще... Я очень люблю chicken wings. А я думала, ты скажешь Bosporus. Я думала, ты скажешь Bosporus. Сколько стоит? Я думала, ты скажешь ресторан Bosporus. Помнишь этот грецкий? А, Bosporus. Ой, греческий, туреческий ресторан. Турецкий? Да. Но он дорогой. Ну, как дорогой, что дорогой? Я просто такие шашлыки сама могу готовить. Поэтому... Нет, у нас здесь есть в Каппадокии ресторан возле меня. Турецкий мне он нравится намного лучше. Ну, он как Bosporus тоже турецкий ресторан. Но он, конечно, чуть-чуть... Из-за того, что локейшн в другом месте, там можно поесть намного вкуснее и намного дешевле. Да, понятно. Девочки, у кого еще какие вопросы, мальчики, к Эльвире? Я хочу, чтобы вы ей позадавали. Они сейчас на нас обидели, сказали. Они нас не читают, сами болтают там что-то свое. Нет, все, мы теперь будем читать. Я как в салоне, а ты где, Наташа? Я в офисе сижу. А, в офисе. А я вот в тату-салоне. Она вот тату делает. Ты когда поворачиваешь туда, вообще все черное сразу. Вот сейчас нормально. Щупайся свои, помассируй. А ты видела у меня новый кулон? Я подписчица прислала Айрин. Красивый какой-то. Что это? Кулон. Я поняла кулон. Из чего он сделан? Вот из чего он сделан, опять не помню. Мне говорили. Из какого-то сабметалла. Это как типа расплавленное стекло? Что-то такое, да, очень красивое. А, класс. Кто прислал, я тоже такое хочу. Какая стоимость тату? Какая стоимость? Сколько стоит тату? Вы там мой адрес тоже дайте, если что. Не, я шучу. Сколько стоит тату, спрашиваю? Тату? Тату? Да. Ну, так как у меня один из самых лучших мастеров нашего города, и я стояла у него на очереди шесть месяцев, то дорого. Ну, сколько? Ну, ты опять все черное. Ну, сколько стоит тут? У него по часам. Так. Да. Ну, я вам потом покажу и потом скажу, сколько стоит. Ну, скажи всем, что за это самое, за секрет. Ну, просто сейчас еще же они не видят, что там будет, поэтому... Ну, у него тату... Вот это... Но он мне сказал, что где-то будет шестьсот-восемьсот. Вот, посмотрим. Ну, понятно. А что у тебя там будет изображено-то? Нет, тату не стоит как роды. Я бы не пошла на тату тогда. А сколько... А что там изображено у тебя будет на тату? С машиной? Что изображено будет на тату? Я не помню, ты не что-то сказала. А, мое имя, значение моего имени, рисунок. Но так как у меня трое детей, это значение будет в тройном размере. И... Как его... Слова, которые... Как... Represent my life. Супер. Наталья, если я, к примеру, приеду во Флориду, вы сможете мне найти квартиру в аренду? Нет, я не смогу, так как я не занимаюсь арендой вообще, никакой. Квартиру в аренду можно самому найти, не нужно обращаться никому. Дом дешевле взять в аренду, чем в квартиру. Если вы обратитесь к риэлтору, и она вам поможет, любому риэлтору, если вам будет помогать, то вы будете еще потом риэлтору каждый месяц платить за то, что вы там живете. Поэтому я не советую вам обращаться к риэлтору за... Арман, если вы приедете, вы можете снимать мою квартиру, а я тогда буду снимать большой дом. Вот видите. Нет, тогда ты можешь покупать новый дом, другой. Ну или покупать, но мне главное, чтобы... Сейчас перешли на больную часть, внутреннюю. Уже начинается чувствоваться. Да? Ага. Ну видишь, мы тебя отвлекаем от боли. Да, но я себя здесь комедийными этими стендапами отвлекала. Наталья, сколько клиентов у вас в неделю, то есть продаж? В неделю, милая моя, у меня три месяца уже никого нет. Нет, у меня нет сейчас пока никого. А вы что, должны там в офисе... В неделю? Сколько клиентов в неделю? Это... А знаете, у кого так бывает? У риэлторов, которые работают 40 лет уже или больше? У них бывает в неделю. И то, если раз в неделю, это очень много. Нет, я не думала, что вы должны в офисе сидеть. Я думала, вы так. Нет, мы в офисе иногда сидим, просто если я хочу, я ставлю свое имя. Мы сидим в офисе, так как он даунтаунил, кто-то может зайти, и это будет твоим клиентом. Просто это от тебя зависит, хочешь ты здесь сидеть или нет. Я хочу иногда сидеть здесь, а вдруг мне повезет. Меня никто не заставляет. Нет, тату не временная. Тату будет постоянная со мной. Элла, у вас жилье свое или вы арендуете? У Эллы своя квартира, она ее купила. Не поняла, что? Спросили, арендуешь ты квартиру или это твоя? Я говорю, твоя. Да, моя. На что же вы живете? А что, у меня мужа нет? Вы думаете, у меня мужа нет, у меня нет денег, которых мы накопили, у нас... У меня мужа нет, живу пока что. У меня спрашивают, на что же вы живете, если 3 месяца не продавали? Я вообще могу не работать. Вы разве не знаете жен, которые не работают вообще? Я могу вообще не работать, поэтому я работаю так вот, знаете, захотела, поработала, захотела, нет. Я, конечно, с удовольствием, если у меня будет много клиентов, но пока нет, я с голодой не умираю. Да, я пока живу на зарплату. Поэтому жен полно, которые вообще не работают, у них не спрашивают, на что же ты живешь? Да, мы так пока что. Нам-то что, нам, мы привыкшись. Вот Надя у меня подружка, она тоже не работает, у нее муж работает. Наталья, скажите, пожалуйста, какая партнерская программа у вас на Ютьюбе? У меня Йола. Йола. Элла, кем вы работаете? Я тортики украшаю. Ой, у нее такая красивая работа. Если вы посмотрите, нажмите на нее, подпишитесь к ней на Инстаграм, и вы увидите чудо-чудное. У нее там такие торты, она там так их украшает. Я Винсенту все время показываю, говорю, смотри, он уже знает, что это твои. Я теперь его, он помнит, что пришла в последний раз, я говорю, он говорит, кто пришел? Я говорю, Эльвина. А он, не видя ее, говорит, а кто это? Я говорю, ты больше этого имени не забудешь. Я ему каждый день торты показываю, тебе твои. Вот. Кстати, я тоже пеку торт и пирожные очень хорошо. Мне 15. Ой. 15 лет, и спрашивайте про аренду квартиры. А 15 лет в ладе. Большой ли спрос на тортик у тебя? Большой? Да. Каждый день у тебя заказы? Ну, у нас заказы каждый день, особенно пятница, суббота, воскресенье. А сколько стоит, если я хоть захочу, вот я клиент, да, я захотела торт у тебя заказать. Сколько ты берешь примерно от и до, примерно в среднем, сколько торт стоит? Ну, если мой лич, который я испекла дома, ну, у меня вот Наполеон стоит 60 долларов и выше, смотря какой размер и какой дизайн. Так. А если ты его украсила там, в пабликсе? Если украшения? Ну, смотря какие тоже украшения там, если из крема или из мастики, то тоже. Угу. Ну, если с украшением из крема, торт, например, Наполеон или медовый, то 80 и 100. О, здорово. А в пабликсе что разрешают тебе вот так твоим клиентам украшать? Ну, как бы у меня было, что у нас там был как бы конкурс. Мы делали, как бы, ну, свои домашние эти пироги, там, кто что, печеное приносил. Вот я приносила пирог вот этот, аллигейтер, который я пекла. Так. Помните? Да. Вот этот приносил и Наполеон. И, как бы, Наполеон, ну, я заняла второе место по Наполеону и первое место по пирогу. Пирог обалденный, конечно, очень вкусный. Ну, что-то, что-то застряло. Ой. Эльвира у нас застряла. Так, девочки и мальчики, вы меня видите, слышите, или кто-то застрял, Эльвира застряла почему-то. Ой. Ой-ой-ой. Неприятный факт. Что такое с Элой? Не знаю. Она что-то увидела и... Все. Короче говоря, она ушла от нас. Боже, что за макияж. Боже, Настенька, научите меня делать макияж. Научите. Планируйте дом поменять. Пока нет, не планирую. Ей больно. Да, наверное, ей больно было. Больно стало видать ей, наверное. Скажите, спросите у меня что-нибудь, я вам отвечу. Мне кажется, чего-то перепугалась. Нет, ну не перепугалась. Возможно, там интернет оборвался или что-нибудь еще. Любовь, любовь. Привет. Будьте, какая любовь, любовь у нас пришла. А я не понимаю, вот вам 15 лет, а вы спрашиваете, вы спрашиваете, могу ли я ли вам квартиру на аренду взять. Вот смотрите, она ко мне опять подходит. Приходит опять. Давайте мы сейчас... То мы с ней даже... Мы даже с ней попрощаться не смогли. Что купили себе из телебуха? Ничего. Вот все, пришла. Вот все, пришла. Видите. Это ко мне позвонили, у меня прорывался. Наташа? 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 Наташа, пожалуйста, мне не позвонили. Где-то, пожалуйста. Сколько времени у нас? Нас 4, да, кажется, уже? Помогу я, помогу я, сейчас. Сейчас ты включила, и включила, и это. Ты меня слышишь. А, я вас слышу. Очень даже хорошо слышу. Нет, нет. Я сама себя слышу. Что за эхо? А. Эхо. Ого-го. Все, я не могу. Я не могу сейчас. Я не могу сейчас. Я... Давай все, мы с вами прощаемся. Давайте все, мы с вами прощаемся. Давай. Всем пока-пока. Покажу. Все, девочки и мальчики. Так, Женя Гейн, если захочет, сама расскажет. Девочки и мальчики, если вы... Как вам сказать? Вот как сказать помягче? Ну, не получается. Если у вас есть мозги, то вы не будете спрашивать у другого человека про другого человека. Неужели вы считаете, что я сейчас начну вываливать про Женю то, что я знаю и не знаю? Есть Женя, есть ее канал. Идите и спрашивайте у Жени. Если она вам расскажет, то расскажет. Если нет, неужели я вам буду рассказывать про Женю? Вот я даже не знаю. Вы вообще... Неужели вы на самом деле ожидаете, что я вам расскажу что-то про Женю? Не представляю, что за действительно за беспродовность. Наталья, а когда еще планируете поехать в Россию? Ну, пока не планирую. Думали, что планируем? Пока нет, не планирую. Главное, мы вас видим. Видите, как у нас сегодня по-доброму получился разговор. И Элочка нам рассказала. Я это выпущу на YouTube обязательно. Пусть на YouTube тоже послушают. Про Америку. Хорошее и нехорошее. Плохое и неплохое. Вот. Не нужно меня спрашивать, что у кого произошло. Я никогда ничего никому не расскажу. Я могу одно сказать, что я одна из первых, наверное, первая узнала, что в жизни случилось. Но я никогда никому бы не рассказала в жизни. И не расскажу. С того момента, как вы переехали в Америку, сколько мест у вас работы было? Много. Девочки и мальчики, знаете, что написано у меня? Что у меня осталось 1 минута 40 секунд. Видимо, здесь нельзя долго разговаривать. Почему у вас на потолке надписи? Потому что, когда открывали этот офис, здесь было очень много народу. И все подписывали по желанию. Я покажу на видео. Я сегодня снимала видео. Покажу на видео. Там моя подпись тоже есть. Все лезут и лезут в чужую жизнь. Не говори. Вот я вообще не люблю, зачем в чужую жизнь лезть. Но знаете, как рассуждать? Раз выставил свою жизнь на показ, то принимай от нас, значит, или там от кого-то, какие-то комментарии. Никто принимает, ничего не обязанно, не собирается. Поэтому успокойтесь. Наталья, перископ окончательно забыт. По-моему, да. Наверное, да. Ну что, девочки и мальчики, прощаться придется, потому что вот 52 секунды остается. Привет, огромная с Мюнхеном. Спасибо. Очень напоминаете мне мою маму, мои волосы. Спасибо. Спасибо. Стрелки супер. Спасибо. Мне тоже очень нравятся такие стрелочки. Теперь я их часто буду рисовать. У меня только немножко лисички накашенные, стрелочки. Все. Все. Девочки и мальчики, спасибо большое. Да, лимит здесь. Лимит. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok